Ребята, всем привет! Давайте вспомним те старые добрые времена, когда другом каждой советской семьи был транзисторный радиоприемник. Причем, как правило, такой приемник имел всего лишь два диапазона. Диапазон средних волн и диапазон длинных волн. Здесь с печалью вынужден отметить, что после 2014 года Россия свернула вещание в данных диапазонах. И если сейчас еще можно услышать российские станции, такие как Радио России и Вести ФМ на диапазоне средних волн, то длинноволновый диапазон практически пуст. Энтузиасты-радиолюбители с упоением ждут, когда наступит поздняя осень, и на диапазоне длинных волн можно услышать поляков или румынов. Причем услышать их можно только на очень хороший радиоприемник. А ведь когда-то это был самый настоящий народный диапазон. Там можно было услышать Радио Один, Радио России, Радио Юность. Сейчас этого нет. А ведь какой огромный пласт народного творчества мы потеряли. Школа юных радиолюбителей, первые детекторные приемники. Все это кануло в лету. Что же делать? Есть такие вещательные приемники, как V-Best Life CS106, о котором я уже рассказывал. Так вот, на длинных волнах он практически глух и не способен принять ни одну станцию. И для того, чтобы протестировать приемник такого типа, а также окунуться в прошлое и подностальгировать, мы с вами соорудим простейший длинноволновый радиопередатчик. Состоять он будет всего лишь из нескольких деталей. Техническое задание будет выглядеть следующим образом. Нам необходим длинноволновый передатчик с минимумом деталей, работающие от магнитной антенны, на одном транзисторе. И этот транзистор должен быть самым распространенным в советской радиоэлектронной промышленности. КТ-315. Мы не будем гнаться за дальностью действия, но постараемся, чтобы сигнал от полученного передатчика был качественным и без искажений. Давайте приступим к работе. Легендарный кремниевый NPN транзистор КТ-315, первый советский транзистор, выполненный по эпитаксиально-планарной технологии. Изготовленный в ярком корпусе типа КТ-13, чаще всего оранжевого цвета, этот миниатюрный транзистор может быть найден на печатных платах многих советских радиоэлектронных устройств. В отличие от распространенных ранее германиевых транзисторов в металлическом корпусе MP41, P416, КТ-315 имеет более высокую граничную частоту, а себестоимость производства КТ-315 гораздо ниже. Разработка КТ-315 была отмечена в 1973 году государственной премией СССР. Всего в СССР и России было выпущено более 7 миллиардов штук транзисторов типа КТ-315. Этот транзистор вполне заслуженно можно назвать гордостью советской радиоэлектронной промышленности. Для построения длинноволнового передатчика была выбрана схема классической ламповой шарманки. Только вместо лампового триода здесь помещен транзистор КТ-315Б. По сути это задающий генератор высокой частоты на одном транзисторе. Самовозбуждение транзисторного каскада происходит за счет индуктивной обратной связи, обеспечиваемой катушкой L2. Колебательный контур, катушка L1 и конденсатор переменной емкости C1 настроен на длинноволновый диапазон. 153 кГц при максимальном перекрытии пластин и 280 кГц при минимальном. Конденсатор переменной емкости и ферритовый стержень взятый от радиоприемника WEF Speedola 231. Магнитная антенна здесь намотана на самодельной гильзе, бумага-снегурочка, пропитанная клеем ПВА. Катушка L1 содержит 200 витков провода ПВ диаметром 0,3 мм. Катушка связи L2 имеет 20 витков того же провода. Трансформатор T1 производит модуляцию напряжения питания. Он взят из выходного каскада усилителя низкой частоты того же приемника WEF Speedola 231. Его работа приводит к амплитудной модуляции получаемого синусоидального высокочастотного сигнала несущей. Резистор R2 служит нагрузкой для усилителя низкой частоты, подключаемого к передатчику смартфона, так как вторичная обмотка трансформатора имеет крайне низкое сопротивление. Элемент питания – пальчиковая солевая батарейка типа размера АА. Элементы схемы смонтированы на макетной плате, ссылка на которую будет в описании. Давайте посмотрим, как визуально выглядит сигнал несущий нашего передатчика в диапазоне длинных волн. Удивительно, что на всем протяжении длинноволнового диапазона не наблюдается гармоник. Мы видим только стабильный сигнал несущий на частоте 220 кГц. Дальность действия такого передатчика на одном транзисторе КТ-315 без использования внешней антенны составила около 3 метров. Увеличить дальность действия можно несколькими способами. Первое. Заменить транзистор КТ-315 на более мощный, например, КТ-805. Второе. Использовать согласованную в резонанс антенну типа длинный провод и заземление. И, наконец, третье. Уйти в более высокочастотный диапазон. СВ или КВ. Добиться более серьезной дальности передатчиков в диапазоне ДВ при использовании только магнитной антенны и одного транзистора КТ-315 у меня не получилось. При подключении блока питания напряжением 6 Вольт мощность сигнала почти не возросла. При уменьшении номинала резистора смещения R1 и увеличении эмиттерного тока тоже не наблюдала значительного повышения мощности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Важно отметить, что для получения чистого хорошего радиосигнала на выходе необходимо, чтобы мощность звукового сигнала, подаваемого на вход трансформатора, была примерно в 4 раза больше мощности передатчика. При условии использования смартфона в качестве источника звукового сигнала мощность нашего устройства как раз позволяет получить неискаженный сигнал на выходе. Для более мощных передатчиков используют усилители низкой частоты, например, от компьютерных колонок, а также сетевые понижающие трансформаторы в качестве модулятора. Тем не менее, даже такая простая конструкция позволяет нам насладиться комнатным длинноволновым вещанием с его теплыми ностальгическими тембрами. Не было у меня более важной задачи. Я укажу. Музыка 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 Надеюсь, что данное видео оказалось полезным и интересным. В будущем мы попробуем построить еще несколько радиопередатчиков с различными характеристиками и мощностями на различные диапазоны. А пока всем до новых встреч. Вам удачи! Музыка